Представительницы прекрасной половины человечества принимают поздравления. Их чествуют не только родственники, коллеги и друзья. Сегодня немало обаятельных, привлекательных и успешных женщин пригласили на торжественную церемонию в Дом правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Двери этого зала под стеклянным куполом Дома правительства открываются только по особым случаям. И один из таких – международный женский день. Каждый год, накануне 8 марта, здесь чествуют лучших представительниц прекрасной половины человечества. Сегодня в списке нагорожденных более 30 человек. Преподаватели, воспитатели, врачи, актеры, работницы заводов. Они такие разные, но их всех объединяет одно. Эти женщины – преданные жены и любящие мамы, для которых семейные ценности значат многое. Я ответственно заявляю, приоритет государственной политики – воспитание достойных граждан, настоящих патриотов России. От этих ключевых параметров практически зависит дальнейшая судьба и России, и регионов Российской Федерации. Без вашего участия не обходится ни одна сфера деятельности. Вместе с вами мы развиваем реальные секторы экономики, социальную сферу, как образование, науку, здравоохранение, культуру. Сегодня в этом зале присутствуют женщины разных профессий и специальностей, трудом и преданностью которых создается слава Чувашии и нашей любимой России. Все они – профессионалы своего дела. Оксана Масолова на протяжении 25 лет спасает жизни. Она работает кардиологом на Учебоксарской больнице и называет себя потомственным медиком. Ее труд оценили высокой наградой – званием заслуженного врача республики. Почему кардиология? Ну, это одна из самых тяжелых и благодарных профессий. Благодарных в плане того, что ты реально видишь, как человек, который был в секунде от смерти, при оказании нашей помощи, он оживает, возвращается к нему здоровье. А Галина Иванова сегодня стала заслуженным работником культуры Чувашия. На протяжении многих лет она руководит народным театром в Урнарах. Говорит, что спектакли их коллектива проходят с аншлагом. Наверное, в последнее время сериалы все надоели. Все ходят, мы выезжаем, все время народным театром, сельские, местные сельские клубы, народ выходит. Ирина Евграфова удостоилась благодарности главы. За многие годы работы в историческом архиве республики она исследовала десятки тысяч документов и опубликовала уникальные сборники. Самое главное, наверное, то, что мы охраняем, сохраняем историко-культурное наследие всей нашей республики, населяющих здесь народов. В нашем архиве, государственном историческом архиве Чувашской республики, на данный момент хранится более 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения. Всего накануне 8 марта в Доме правительства вручили 37 наград. Виновницам торжества глава республики пожелал трудовых успехов и любви. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика.